Чем дальше мы уходим от войны, и нас с тобою тишина объемлет, Тем всё сильней и явственней слышны её раскаты, вздыбившие землю. Чем дальше мы уходим от войны, и чётче обнажаются вершины, Чем полнозвучней голос тишины, тем всё понятней, что вы совершили. Отметить свой девяностолетний юбилей и сохранить бодрость духа, оптимизм, Стремление замечать красивое и познавать что-либо новое, согласитесь, это дорогого стоит. И не так уж часто мы сегодня видим в руках наших легендарных стариков фотоаппарат. В основном мы фотографируем ветеранов, но наша героиня Вера Дмитриевна Булычева – особый случай. Увлечение фотографией началось с той победной весны 1945-го. Вера Дмитриевна вспоминает, что этим занятием её увлёк капитан политотдела. Фотоаппарат, скорее всего, был тогда трофейный. И, конечно же, уже давно затерялся за прошествием лет. Но сохранились снимки, старые снимки, свидетельствующие о том, как, например, тогда в Германии в июле 1945-го Вера Булычева отмечала свой день рождения. Ей исполнялось 24. Родилась она в 1921-м. Родители Александра Васильевна и Дмитрий Гаврилович Булычевы жили в Москве, но их дочь появилась на свет в Можайске, в 12 километрах от села Пукаринское. Именно в это село к матери на заготовку сена отправился в туалет Александр Булычев с братом и беременной женой. А к моменту родов ближайшая больница оказалась в Можайске. Потом, после рождения Веры, в 23-м, 25-м, 26-м и 28-м годах в семье появятся Анна, Алексей, Володя и Александра. По форме рано воспитывала нас мама одна, такого же маленького роста, складненькая, с тонкими чертами лица, из деревни. Четыре класса образования. И жили-то мы в коммунальной квартире, где 10 хозяек в особняке, который стоит до сих пор. Этот особняк не мой свидетель пожара 1812 года. Вера Дмитриевна вспоминает, что жили они, конечно же, трудно, но радостные моменты детства все же остались в памяти. Церковь стояла на бугре. Венчане мы бегали по этим ступенькам, поднимались в церковь, венчане происходили. Двор был у нас закрытый, дворик. Сейчас он, конечно, не похож на тот. Там было Тритополя, как на Плющихе, так и у нас было Тритополя. Скамеечка между полями стояла. Скамейка, выходили люди, старички там пожилые, выходили отдыхать. Ну и мы в лапту играли там, и в волейбол постарше играли, в круговую. Горку делали зимой. Помогали дворникам вывозить улицы с переулка снег. Снеготайлка стояла, которая топилась дровами. Там были еще сараи, говорят, что это разговоры только я слышала, что были когда-то в детстве. Что это были конюшни для французов. Это большая брунная в самом центре. Когда мы уже подросли, мы с парнями, тогда было мне лет 15, наверное, ходили, гуляли от Пушкинской площади до Кремля, от Кремля до Белорусской, по мостовой. Вера Дмитриевна очень хорошо помнит, как в 33-м взорвали церковь и построили на ее месте 122-ю школу. О начальных классах у нее грустные воспоминания. Учение давалось тяжело. Учительница Мария Александровна Салтыкова, она была одинокая учительницей, вела с первого класса по седьмой. Она преподаватель русской литературы. Она жаловалась на меня. В те годы еще был жив отец. И, будучи мастером на все руки, он зарабатывал для дочери дополнительные занятия. Помогал в школе, чем мог. Позже, уже в старших классах, с учебой у Веры все наладилось. И по окончании 10-го класса она поступила в Институт легкой промышленности. Год проучилась, началась война. Ну, как я поступила в Институт в 39-40-й год, ведь были очень тяжелые, ввели карточки в семье. Мама работала одна, и мама сказала в 40-м году, сказала, знаете что, детки, мне вас уже не прокормить. Я поняла, что я должна оставить институт, не говоря ничего. Взяла, первый курс закончила, взяла годичный отпуск. Пошла работать на почтовый ящик, который находился за соколом. Хорошо, еще тогда пустили метро. От Маяковской метро ходила. Ветка, первая ветка, открытие в 35-м году. Местечко Коптево, почтовый ящик 20, взяли меня контролером по биению моторов авиационных. А когда началась эвакуация из Москвы, то мама тоже сказала, что никуда мы не поедем, не двинемся. Если мы останемся здесь, здесь хоть у нас есть крыша над головой, а уж умирать, так будем, если суждено умереть, будем умирать все вместе. Сначала добровольцем ушел на фронт брат Алексей. Потом и Вера подала заявление в военкомат. С первого раза меня не приняли. Сказали, что нет военной подготовки, но потери тысячи были маленькие. У нас война только началась. На своем же заводе она с отличием окончила курсы сам друженец, научившись самому необходимому. Перевязывать, оказывать первую помощь. Все, что касается медицины, первую помощь. И дома также. До сих пор я медициной занимаюсь, народной медициной, много набрала литературы, выращиваю травы сама. Я опять пошла с этими справками. Меня опять отказали. Отказали, но предложили пройти еще одни курсы – машинописи, объяснив, что требуются штабные работники. Я, значит, стала искать. Оказалось совсем просто. Около дома, на Большой Бронной, прям домик стоял двухэтажный, стояли рядом с бульваром, стояли домики. И там было написано «Учебно-промышленный комбинат». Он действовал. Я зашла туда. Да, есть у них курсы машинописи. И я пошла без отрыва от производства. Немцы к тому времени уже взяли Вязьму, Можайск и подступали к Москве. А в Кубинке у Булычевых жили родственники – тетя и дядя Титовы. Немец уже был в Наро-Фоминске. И мы с Анютой, с сестрой, которая 23-го года рожила, решили спасать наших тетей с дядей. Я до сих пор не понимаю, как мы добрались с ней в Кубинку. Потому что все подкрепление шло к Москве, а не от Москвы. Ну и мы, значит, приехали, мы забрали их. Взяли что-то два венских стула они взяли, часы, шкатулку с письмами, саквояж. Как мы ехали обратно, это я чудесно помню, как сейчас, со всеми этими стульями, шли эти товарные вагоны. Знаете, терячие, или как их там называют. И вот мы упрашивали, ехали молодые солдаты для Москвы, для укрепления. И все-таки упросили, они нас запрятали там куда-то и так довезли до Москвы. Вера Дмитриевна, вы еще участвовали в оборонной работе. Нас отправили в район, на Ленинградское шоссе, немцы подходили как раз оттуда. Это самое, они перебросили свои, с Ленинграда, с блокады перебросили часть войска, вот как раз на Москву, на Ленинградское шоссе, в районе Всехсвятское, так есть, аэропорт, остановка метро, аэропорт. Женщины одни, пожилые и всякие, и много детей, подростки. Все там копали лопатами, тележки были на одном большом тяжелом колесе. Весь день работали, нас там кормили, брали талоны с карточек на хлеб, но ночевали дома. На оборонные работы Вера выезжала вместе с сестрой Анной, учащейся техникума. Однажды, после воздушной тревоги, когда все оказались в убежище, ей пришлось серьезно поволноваться за Анюту. Вдруг Анна куда-то моя исчезла. Я туда, сюда, никуда, не впереди. Ну, в общем, в убежище прибежала, не вижу, где Анна. Через некоторое время отбой, сигнал отбоя. Возвращаемся потихоньку, а она вылезает из собачьей будки. Как она туда влезла, не знаю. Потом, в один прекрасный день, первый парад во время войны, посещенный годовщине революции. Но мы работали, нас не отпустили. И вдруг приезжает за мной утром рано. Ну, это было 30-го мая, по-моему, или 29-го мая. Машина «Виллис». Вот стояла американская, ну, что я не помню. Ну, такая крытая маленькая машина. Из 5-й танковой армии. Забирают меня. Мама, ох, ах, мама не знала. Я не говорила, не расстраивалась. Занимает она, ох, и мне тебе с собой дать нечего. Ехала через Серпухов. И взяли меня, оформили по вольному найму в мужчинистской штаба. Начались бои. 5-е танковую разбили. Пух и прав. Погиб командующий танковой армии генерал Лизюков. Нас, оставшихся в живых, отозвали в штаб фронта. Вы знаете, на самом поле сражения штабной работник, он же не был. Он был на каком-то расстоянии. Когда мы в один, это Воронежский фронт, так вот переходил. Бои продолжались ближе к западу уже. Мы пришли. Ни одного дома не было. Был сарай, там раненые с поля ползли сами. И вот лежали эти раненые в сарае, на сене, на соломе. У одних кишки наружу, у других там перебито что-то. Еще бед Санбат не подъехал. Подъехали мы. Вот тут и пригодились мои знания. Перевязать ран, промывать вот то, что было. Потом пришлось, это, по-моему, даже было еще, снег был. Воронежская область досталась очень крепко. Пришлось и часть свою догонять. Назначили там, часть уже в пехоту. Из танковой в пехоту попала. И ноги были у меня отмороженные. И подобрали мне где-то по пути. Отозвали в штаб фронта. Там стали готовить туда, куда нужно было, где потери. И я получила первое звание младшего военного юриста. Меня послали секретарем в прокуратуру. До Сталинградской битвы я была в 15-м стрелковом, гвардейском стрелковом корпусе. Что касается Сталинградской битвы, принято считать, что история войн не знала подобных примеров окружения и уничтожения столь большого количества регулярных войск, до предела насыщенных современной военной техникой. Фашисты стремились во что бы то ни стало взять Сталинград, утвердиться на Волге, отрезать центральные районы страны от Волжского и Уральского тыла, обойти Москву с востока и потом ударить на нее. Враг рассчитывал добиться успехов в летней кампании и завершить войну в 42-м. Но итог сражения известен. Позже 62-я Сталинградская армия пройдет от берегов Волги к берегам Эльбы, от стен Сталинграда до Рейстага. Вы прошли юридическую подготовку, что там приходилось делать? Я же секретарь, машинистка. А должность была, эту должность занимали мужчины, а их из штаба на поле сражения. Нужно же пополнение. Записывать приходилось много. Отчеты командиров полков, дивизий, бригад о каждом сражении, будь то победа или поражение. Кроме того, не прекращались многочисленные дела, решаемые прокуратурой. Вот, например, в Днепропетровск, на Украине, когда были, там были выданы два, как их, предателя, что это называется, староста Горогуля по фамилии Скок. Прокуратура расследовала это дело их. Они выдавали партизан, они выдавали коммунистов, они выдавали, когда немцы были там, заняли в Днепропетровске. Так вот, расследовали все. И они были, и трибунал был отдельно. Трибунал вынес решение по протоколу прокуратуры, вынес решение по вешению. На Первом Белорусском фронте Вера Булычева была назначена завпроизводством разведотдела штаба 62-й Сталинградской армии. Разговорчивой я не была. Разговаривать нам много не приходилось. Какой разговор в разведотделах, когда за нами столько глаз. Вы жили в землянках, что за условия были? Как девушки выживали? Как все. Было сложно. Ну, это ладно. Как-то приспособились. Вера Дмитриевна, вот вы говорите, вы шли за фронтом, да? То есть у вас была гарантия, что вы выживете в этой войне? Никакой гарантии, потому что били же по штабам, если не с винтовкой, так громили сверху. Считай, что повезло. Потому что шла, шла я ни на что не рассчитывая. Тут же Вера Дмитриевна припоминает случай, вернее, одну важную встречу в Варшаве. Бабуля одна подошла, что же вас таких ребят, девчонок посылают на фронт? Я говорю, да нас никто не посылал. Насколько я поняла, так ее польский язык, он немножечко как-то там сходство какой-то имеет. И говорит, ой, а мы только парней, только сыновей. И то мы им всегда в кармашек кладем матку-воску, иконочку, статуэтку Божьей Матери. И она мне дала. До сих пор со мной. Так я дошла до Берлина. А в Шверине, это пограничный город Польши с Германией, на Висле, вручили нам гвардейское знамя. Радостные моменты, конечно, День Победы. Сначала мы испугались в Берлине, а потом разобрались. Оказывается, так уже не понадобится орудие, уже был подписан акт капитуляции Германии. Но вместе с радостью была и печаль. Стояли поезда на рельсах со спиртом в Берлине. Победили, освободили. Так как ринулись солдаты наши, командиры, солдаты. Ринулись, открыли, напились и тут же падали. Потом поставили охрану. Некоторые уже, вот, дождавшись победы, пройдя такую суровую школу, и вдруг потеряли жизнь молодым. Спирт-то был не питьевой, а технический. Про брата Алексея, ушедшего на фронт, вскоре стало известно, что воевал он в десанте. После ранения попал в госпиталь. Сестра Анна встретила победу в Праге. Что интересно, сначала Анюта прибыла на фронт к сестре Вере, но через несколько дней была определена в политотдел дивизии. И снова встретились они уже только после войны. Закончилась война, со своим мужем познакомилась я. Стояли мы в Эймар-город, немецкий Дрезден. Вот, он был начальником разведотдела, майор. Он с Урала. Того же года рождения, как и я. И умный, и смелый. Начальник разведотдела, майор Николай Суханов, до Великой Отечественной, окончив Казанское пехотное училище, успел побывать на Финской войне и получить опыт разведчика. В семье Николая и Веры родятся две девочки, Елена и Надежда. Причем первая дочка родится еще там, в Германии. А почему вы оставались там? А нашу армию оставили в группе оккупационных войск. 13 дней ей было, а его послали учиться в Академию Минифронзе. И вы поехали в Москву? Я повернулась домой. Если бы не было этого, значит, я бы еще была там год или два. Там три года, по-моему. Среди наград нашей героини – медали за победу над Германией, за взятие Берлина, Орден Отечественной войны и Орден Красной Звезды, с присвоением которого у Веры Дмитриевны связана отдельная история. Это еще встреча с маршалом после окончания войны. Штаб наш находился в санатории Бильц. Маршал Чайков поднимается, а я спускаюсь в санаторий из своего помещения. И вдруг он меня останавливает. Гвардейский старший лейтенант, вы почему не одеваете награды? Почему вы без наград? А я говорю, товарищ командующий, а у меня их нет. Только один гвардейский значок у меня был. Как нет? А вы что, только недавно? Я говорю, нет, с первых дней на фронте. От Москвы, говорю, до Саленграда, от Саленграда, вот с вами до Берлина. Кто у вас начальник? Я говорю, подполковник Гладкий. Немедленно ему передайте мой приказ, чтобы он написал на вас наградной лист. Вера Дмитриевна считает, что на ее месте могло оказаться огромное количество женщин, заслуживших подобную награду. И что нередко женский труд и служба оказывались незамеченными. Хотя каждая женщина достойна наград уже за то, что была призвана на фронт. У женщины другое назначение. Быть матерью, бабушкой. Если бы вам доверили награждать женщин, вот таких, подобных вам, прошедших от Москвы до Берлина, вот как бы вы сформулировали? За мужество и любовь к отчизне. После войны Вера Балучева восстанавливалась в свой институт, но по состоянию здоровья окончить не смогла. Чуть позже получила образование в торговом техникуме и получила специальность экономиста. Какое-то время работала в профсоюзе работников торговли и потребкооперации. А в 1965-м устроилась на завод «Манометр», продолжала работать на нем и после выхода на пенсию. Она всегда была не только хорошим специалистом, но и отличным организатором всевозможных мероприятий. Был завод примерный, всегда получал всесоюзные премии, вот, и мое участие там, и с допризывниками работал, и все, и потом доноры, кровь нужна была. Я была организатором, я должна показывать пример, коммунист, фронтовик. Предлагая трудящимся какое-то новое важное дело, она всегда становилась примером и лидером. Таким образом, призывая мужчин к здоровому образу жизни, стала однажды и пловцом, и путешественником, и рыболовом, и охотником. А мне-то везде все надо знать, учиться в самой Дом культуры Метростроя. Там организовывались три факультета – литературное, киноискусство и художественное. Вот надо было со всеми связаться, набрать народ, кто на какой факультет. А я все три закончила, получила удостоверение, получила это самое подписанное Тамарой Макаровой. Говорят, что искусство фотографии существует потому, что сама реальность спонтанно создает некие моменты истины и красоты. Задача фотографа – интуитивно откликнуться и запечатлеть такой уникальный момент, стоит только взять в руки фотоаппарат. Фотоаппарат. Всегда он со мной. Беру в руки и вижу. Или прекрасное там дерево. Еду в санаторий, я только там и занимаюсь. Ищу красивые уголки, ищу моменты. Когда-то получается, когда-то не получается. Зима, осень, весна, в любое время. А сейчас особенно беру фотоаппарат для того, чтобы товарищи, с которыми я работаю, я работаю в городском, в Московском городском комитете Совета ветеранов, женская комиссия. Моя задача не только увековечить, но получить какое-то удовольствие. Гвардий-капитан в отставке Вера Дмитриевна Булычева с гордостью заявляет, что радуется на сегодня уже не только внукам, правнукам. Наша героиня все время на бегу. И нет предела ее планам и делам. Нет предела радости от того, что завтра начнется новый интересный день. И она обязательно найдет, чему удивляться. Да всему. Вот солнышко есть, слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok